Музыка Интересы Лукоила в Каспийском регионе сегодня представлены дочерними предприятиями ООО «Лукоил Нижний Лолжскнефть», а также тремя совместными предприятиями ООО «Каспийская нефтяная компания», «Каспийская нефтегазовая компания» и «Центр Касп-Нефтегаз». Работы ведутся на четырех лицензионных участках – Северокаспийский, Северный, Центрально-Каспийский, Центральный. В компании разработана и утверждена схема комплексного обустройства месторождения Северного Каспия, в рамках которой запланировано строительство 24-х ледостойких стационарных платформ общей массой более 200 тысяч тонн. Также предстоит построить более 1500 километров трубопроводов, в том числе около 1000 километров подводного. Первоочередным для компании является следующее месторождение. Месторождение Корчагина, строительство объектов в первую очередь и обустройство месторождения завершено в 2009 году, в 2010 году приступили к добыче нефти. Начата разработка проектной документации по второй очереди обустройства месторождения. Месторождение Филановского в 2012 приступили к строительству объектов в первой очереди обустройства месторождения. Начало добычи запланировано на 2016 год. По остальным месторождениям выполняется разработка предпроектной документации. Наряду с добычей нефти и газа одной из главных задач программы освоения месторождения Северного Каспия является углубленная переработка углеводородов и производство нефтехимической продукции. Для реализации этой задачи к 2016 году будет построена береговая инфраструктура и увеличена мощность газопереработки. На суше проложено более 550 километров трубопроводов, а также строятся береговые сооружения по приему нефти в районе нефтеперекачивающей станции Комсомольска. Также на Ставролен, город Будённовск, построен газоперерабатывающий завод, на котором из газа будут выделяться этан и широкая фракция легких углеводородов. Получаемый на ГПЗ сухой газ будет подаваться в газотранспортную систему «Газпрома». Как им отличалось выше, в 2010-м Лукоил приступил к добыче нефти на месторождении Корчагина, первого месторождения в российском секторе Каспийского моря. На сегодняшний день добыча нефти на месторождении Корчагина достигла более 5 миллионов тонн. На расстоянии 58 километров южнее месторождения Корчагина в безледовой зоне установлен морской перегрузочный комплекс, состоящий из точечного причала и плавучего нефтехранилища. Нефть на плавучее нефтехранилище подается по подводному нефтепроводу, а затем вывозится чеснолочными танкерами в порт Махачкала, а далее транспортируется по нефтепроводу Баку-Новороссийск. На данном слайде представлен перечень подрядных организаций, задействованных при строительстве объектов обустройства Корчагина. Это не все подрядные, это основные. Проектом обустройства месторождения Филановского предусмотрены три очереди строительства объектов. В состав первой очереди строительства входит ПЖМ-1, это жилой модуль ЛСП-1, центральная технологическая платформа и разверный блок, а также трубопроводы внешнего транспорта нефти и газа, платформа ЛСП-2 и ПЖМ-2 и подводные трубопроводы и кабели. Во второй очереди строительства в третьей очереди строительства относятся блок-кондуктор и подводные трубопроводы и кабели. В соответствии с проектными решениями объекты первой очереди обустройства вводятся в эксплуатацию в следующей очереди. То есть сначала мы вводим ПЖМ-1, жилой модуль, для проживания 125 человек. Во вторую очередь у нас буровой энергетический комплекс на ледостойко-стационарной платформе. Затем эксплуатационный комплекс, морские участки нефтепровода и газопровода, нефтепровод внешнего транспорта. И завершаем обустройство, в первую очередь это центральная технологическая платформа совместно с разверным блоком. Заказчиком объектов обустройства Филановского выступает у Лукоила дочерняя компания Лукоил Нижневолжскнефть, которая заключила контракты на проектирование, закупку материалов и оборудования, строительство объектов в первую очередь под ключ, то есть EPC-контракты. Строительство платформы жилого модуля для проживания 125 человек, обслуживающего персонал и переходной мост, соединяющий платформы ПЖМ-1 и ЛСП, по которому проложены коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность платформы, выполнялась в рамках обустройства Филановского. Строительство и строительно-монтажные пусконаладочные работы были завершены в июле текущего года. Получено разрешение надзорных органов и Минстроя. Ледостойкая стационарная платформа предназначена для бурения семидобывающих и трех нагнетательных скважин с энергетическим комплексом, для обеспечения электроэнергии всех объектов обустройства. Строительство платформы ведет подрядчик ОСК, Объединенная судостроительная корпорация. Ожидаемый срок ввода в промышленную эксплуатацию, в первую очередь, – третий квартал 2016 года. Центральная технологическая платформа обеспечивает подготовку у нефти до 6 миллионов тонн в год и транспорт газа на Ставролин – 780 миллионов кубометров газа. Также транспорт нефти на главные береговые сооружения с последующей сдачей в нефтепровод Каспийского нефтепроводного консорциума. В апреле-майе 2016 запланировано проведение пусконаладочных работ. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – третий квартал 2016 года. Райзерный блок предназначен для обеспечения технологических связей и приема продукции с месторождения Кувыкина, то есть последующих месторождений, и Корчагина, существующего, для их совместного транспорта на берег. Объем – 9 миллиардов кубов газа и до 7 миллионов тонн нефти в год. Строительно-монтажные работы будут завершены в декабре текущего года. Во время пусконаладочных работ Лукоил будет осуществлять транспорт газа с месторождения Корчагина через райзерный блок в город Буденовск на Ставролен. Ввод в промышленную эксплуатацию совместно с ЦТП – третий квартал. В составе обустройства Филановского строительство трубопроводов внешнего транспорта нефти и газа от райзерного до узла отключающей арматуры и продолжения нефтепровода до ГБС. Проектная документация на строительство газопровода от узла отключающей арматуры для Ставролена выполнена в отдельном проекте. Работы по морским участкам трубопроводов завершены. Объект сдан в ноябре 2015 года. Подрядчиком выступала компания Сайпен. В ноябре завершены все работы и завершена итоговая проверка Ростехнадзора. Вот это фотография с вертолета с сентября 2016 года. Как мы видим, ПЖМ-1 у нас введен в эксплуатацию. Люди проживают, значит, на остальных платформах ведется досрочная работа в море. То есть вот так выглядит месторождение имени Филановского. Вторая очередь. Обустройство месторождения Филановского. Значит, на сегодняшний день строится ПЖМ-2 и ЛСП-2. По обоим объектам, значит, построены опорные блоки. Продолжается строительство верхних строений. Морские операции по установке опорных блоков и выводу верхних строений запланированы на 2016 год. Начало бурения запланировано второй квартал 2017 года. Срок ввода в промышленную эксплуатацию – август 2017 года. На этом слайде представлены инфраструктурные объекты суши. На сегодняшний день можно сказать, что все взятые обязательства данных подрядчиков выполнены в полном объеме. Здесь представлен неполный перечень тех организаций, которые принимали участие в обустройстве месторождения Филановского как в проектировании, так и в строительстве. Это сотни промышленных, проектных, научно-производственных, транспортных, финансово-кредитных и сервисных компаний Российской Федерации. «Лукоил» привлекает очень много компаний российского сектора бизнеса. На слайде представлены российские поставщики материалов и оборудований при строительстве объектов, обустройстве месторождения Филановского, а также объем поставок. Все, спасибо. В данную презентацию не вошел вопрос, что «Лукоил» выбрал на морские операции 2016 года российскую компанию, и «Лукоил» полностью ориентирован на российские компании как в производстве материалов, так и оборудований, так и при проведении работы. «Лукоил»